День Союзного Государства 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 в городе Витебске на улице Крылова, 8. Будем рады вас видеть. Личный состав Управления внутренних дел в дни фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске полностью обеспечит общественный порядок и дорожную безопасность. Для этого витебская милиция будет переведена на усиленный вариант несения службы. Будет сформирован сводный отряд, в котором наряду с витебскими милиционерами будут нести службу работники других территориальных подразделений органов внутренних дел. Предоставят свою помощь и Управление внутренних дел всех областей нашей страны. Новшеством этого года станет использование передвижного видеокомплекса, который сотрудникам витебской милиции предоставят на время проведения фестиваля коллеги из Минской области. Я говорил, что это видеофиксация – это доказательная база. Если совершилось какое-то правонарушение или преступление, то это можно использовать как доказательную базу. С другой стороны, это сдерживающий фактор, когда граждане, зная, что идет на наблюдение, в тех местах, как правило, и правонарушение преступлений совершается. Это просто опция, дополнительный ресурс, который нам позволит более качественно выполнять наши функции по охране общественного порядка. Традиционно в местах проведения мероприятий будет организован личный досмотр граждан. Начинать работу досмотровые зоны будут за два часа до концерта, чтобы все зрители смогли успеть пройти пункт пропуска и занять свои места в зале. Особое внимание начальник управления внутренних дел обратил на то, что правила нахождения несовершеннолетних на улицах города в Дниславянского базара не изменятся. Милиция, конечно же, будет реагировать, если несовершеннолетние будут находиться без сопровождения родителей после 23 часов вечера и до 6 утра. Поэтому хотел бы предупредить родителей, чтобы не было каких-то эксцессов и прочих вещей. Несовершеннолетние были в сопровождении старших, взрослых. Если же будет другая ситуация, то сотрудники милиции будут вынуждены реагировать и принимать меры административного воздействия в отношении родителей. Благодаря тщательно организованной системе безопасности за последние 10 лет во время проведения фестиваля «Славянский базар» в Витебске серьезных чрезвычайных происшествий допущено не было. Лабораторные исследования – это важная составляющая современной медицины, необходимая для оперативной диагностики различных заболеваний. Теперь в Витебске появилась возможность сдать анализы быстро, комфортно и получить наиболее полную информацию для постановки верного диагноза и эффективного лечения. Для этого нужно обратиться в медицинскую лабораторию «Синева». «Синева» – это крупнейшая сеть медицинских лабораторных центров, расположенных на территории Республики Беларусь. Медицинская лаборатория «Синева» входит в состав европейского медицинского холдинга «Медикавер». В Витебске на данный момент осуществляет свою деятельность два пункта по забору биологического материала, один из которых расположен в городе Витебске по улице воинов-интернационалистов 1Д, второй в городе Новополоцке по улице Олимпийская 2. В ближайшее время планируется открытие второго пункта в городе Витебске по улице Суворова, 25. Создавая максимальный комфорт для своих пациентов и обеспечивая качественную лабораторно-диагностическую помощь, специалисты «Синева» предлагают воспользоваться широким спектром услуг. На пунктах производится забор биологического материала для широкого спектра исследований. Это биохимические показатели крови, гормоны щитовидной железы, половые гормоны, онкологическая панель, диагностика аллергий, диагностика аутоиммунных заболеваний, сахарного диабета, ПЦР-диагностика паразитарных и инфекционных инфекций, микробиологические, микроскопические, изосерологические исследования, также генетические исследования, исследования торч-инфекций. Налаженная система внутреннего контроля качества позволяет на высоком уровне производить весь необходимый перечень анализов. Все лабораторные исследования проводятся по передовым технологиям на современном западноевропейском оборудовании, производителями которого являются такие страны, как Швейцария, Германия, Франция. Услугами лаборатории можно воспользоваться анонимно, предъявления паспорта не требуются. Клиентами нашей лаборатории являются как взрослые люди, так и дети в возрасте от одного года. В Синево вас встретит высококвалифицированный и внимательный персонал. О готовности результатов вам сообщат с помощью СМС-сообщений либо отправят на ваш электронный или почтовый адрес. В период Славянского базара лаборатория Синево – постоянный участник выставки-ярмарки «Малый бизнес» в фестивальном Витебске, организатором которой является коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга». Пользуясь услугами лаборатории Синево, вы можете быть уверены в оперативности и максимальной достоверности проводимых исследований. Помните, лабораторные анализы – это то, без чего нельзя диагностировать заболевания и в конечном итоге назначить правильное лечение. Лаборатория Синево заботится о вашем здоровье. Почтение великим мастерам – так называется выставка, которая открылась в художественном музее. Она проходит под эгидой Международного белорусско-словацкого бизнес-форума «Инновации. Путь к успешной интеграции». Словацкий художник Павел Поп посвятил свою персональную экспозицию всемирно известным художникам, их труду и наследию. Сегодня живопись искусства, по моему мнению, теряет смысл. Я опёрся, опираюсь на те старые проверенные ценности, чтобы вернуть картине ту её ценность, которой, к сожалению, нет у этих современных проектов. Хочу, чтобы все, кто любит творить, кто любит рисовать, вернулись к той старой картине, которая может и украсить вашу жизнь, поскольку вы будете, это ваш выбор, будете находиться в своей квартире всю жизнь рядом с этой картиной. Почтение Леонардо, почтение Микеланджело, почтение Босху, почтение Брейгелю. Каждая из этих картин сочетает характерные элементы работ великого художника с его портретом. Открытие выставки проходило на фоне картины «Почтение Шагалу». Именно благодаря ему Павел Поп когда-то открыл для себя Витебск. На полотне всемирно известные мотивы картин Марка Шагала и профиль самого мастера, занятого работой. Я знала Витебске только через картины Марка Шагала. Но тот Витебск, с которым я познакомился сейчас, это что-то совершенно другое по сравнению с тем, чего я ожидал. Хотя на въезде в Витебск можно заметить домики, которые наверняка еще и с той эпохи Марка Шагала. В Витебске Павлу Попу предложили познакомиться с самой большой коллекцией работ Юрия Пена. Возможно, результатом этого знакомства станет новая картина, в которой словацкий художник отдаст дань уважения и этому великому мастеру. Выставка продолжит работу до 22 июля. Витебск во время Славянского базара превращается в настоящий вернисаж товаров и услуг, где порой так трудно определиться, на чем остановить свой взгляд или сделать выбор, чтобы приобретенная покупка оставила приятное впечатление от города над Двиной. Открытое акционерное общество «Витрайбыт» уже десятый год участвует в праздничной торговле на улицах и площадях фестивального Витебска, радуя гостей и жителей города своей фирменной продукцией. Традиции качества этого предприятия проверены временем, а широкий ассортимент удовлетворит самый изысканный вкус. Одеяло, подушки, постельное белье, полотенце и многие другие товары, производимые открытым акционерным обществом «Витрайбыт», изготовлены с особой любовью и старанием работников предприятия. Многие горожане и гости Витебска уже по достоинству оценили продукцию из натуральных тканей, которые не деформируются и сохраняют приятный цвет после многократных стирок. А возможность заказать наволочку под одеяльник или полный комплект постельного белья нестандартного размера из приглянувшейся ткани, делает услуги «Витрайбыт» еще более востребованными. Открытое акционерное общество «Витрайбыт» в десятый год принимает участие в ярмарочной торговле в рамках фестиваля «Славянский базар». Мы рады приветствовать гостей фестиваля и жителей города и приглашаем в наши фирменные павильоны за покупками. Приходите, покупайте, радуйте себя и своих близких. На «Славянском базаре» в Витерске Она умеет вдохновлять и очаровывать. Валерия, 13 июля, 18.00, летний амфитеатр. Билеты в Кассах Витебска на Тикет Про и Квитки Байк. На «Славянском базаре» в Витерске Пожилась целая жизнь Настоящая легенда русской рок-музыки Би-2 с программой 16+. 15 июля, 21.00, летний амфитеатр. Билеты в Кассах Витебска на Тикет Про и Квитки Байк. На «Славянском базаре» в Витерске Искренне и всегда настоящее Елена Ваенга, 14 июля, 18.00, летний амфитеатр. Билеты в Кассах Витебска на Тикет Про и Квитки Байк. Билеты в Кассах Витебска на Тикет Про и Квитки Байк. Билеты в Казах Витебска на Тикет Про и Квитки Байк.